Привет, с вами Орех и новый выпуск видеоподкаста на просторах GameLand.ru. Сегодня в программе... Battlefield 3. Все тайное становится явным. Xbox 360. Официальный запуск на Руси. Activate Moscow 2007. Новые проекты и эксклюзивное интервью с главным разработчиком Call of Duty 4 Modern Warfare. Тим Шефер, человек, за плечами которого такие проекты, как Full Throttle, Monkey Island, Grim Fandango и недавние психонавты, объявил о разработке новой игры. Студия Double Fine Productions во главе с Тимом была основана в 2000 году перебежчиками из LucasArts. После во многом гениальных психонавтов команда талантливых разработчиков решила порадовать нас экшеном в стиле Heavy Metal. Проект Brutal Legend расскажет историю парня по имени Эдди, работающего техником у известной группы. Однажды настраивая гитару перед шоу, наш герой случайно ранит себя, а капля крови падает на древний артефакт и оживляет демона. Чудовище немедленно переносит героя в параллельную вселенную, где миром правят монстры, давно загнавшие человечество в самые дальние углы планеты. Тут и начинаются главные приключения. Игра представляет из себя классический экшен с множеством оригинальных, пусть и не новых находок. Например, использование гитары как ультразвукового оружия. Персонаж Эдди невероятно похож на актера Джека Блэка, сыгравшего в Суперначо и отпуске по обмену, который, собственно, и озвучивает героя. Кроме веселого комика в проекте ожидается множество звезд музыкальной сцены, вроде Роба Хелфорда из Джудас Прайс и Леми из Моторхед. Забавно, что торговая марка Brutal Legend была зарегистрирована несколько месяцев назад, однако тогда Тим всячески отшучивался от подобного проекта. Слухи о разработках Perfect Dark Zero уходили еще в мае нынешнего года. Теперь пришло время фактов. Речь идет не о настоящем сиквеле Perfect Dark Zero, который стал одним из первых проектов на Xbox 360, а ответвлении оригинала Perfect Dark, вышедшем на Nintendo 64 в 2000 году. Студия Рео и Майкрософт планируют добавить в игру ролевой элемент в виде Morality System, которая будет влиять на нелинейные сюжеты и последствия выбора игрока. Выход проекта ожидается не раньше осени 2008 года. Пока разработчики из Ubisoft Reflection вскрывают детали Driver 5, онлайн-магазин Amazon уже принимает заказы на игру. В графе дата выхода проекта стоит 7 марта следующего года, что вполне может оказаться правдой. Игра, которая теперь принадлежит издательству Ubisoft, была официально объявлена на Tokyo Game Show 2006. Новая часть Driver пока разрабатывается эксклюзивно для PlayStation 3 и наконец-то должна оживить серию, которая давно не отличалась крутым геймплеем. Мы обязательно расскажем об этом проекте в одном из следующих выпусков подкаста. Продолжая битву с Xbox 360, компания Sony выпустила 40-гиговую версию PlayStation 3 на европейский рынок. Вслед за старым светом пришло время и для Америки. Там эконом-версия должна появиться уже 2 ноября. В модели с винчестером на 40 гигабайт отсутствует обратная совместимость с играми PlayStation 2, удалены 2 USB порта и убран порт memory card. При этом консоль стоит 400 долларов, что на 200 долларов меньше варианта с 80-гиговым жестким диском. Новые приключения легендарного водопроводчика Mario вплотную приближаются к своему релизу. Супер Марио Галакси был придуман Сигеру Миямоте еще в 95-м году, но с тех пор провалялся на пыльной полке. Ожившая концепция для Nintendo Wii обещает появиться на территории Европы 16 ноября этого года. Трехмерный платформер стал еще более веселым и сумасшедшим в самом хорошем смысле слова. Большая часть истории нового Марио будет происходить в открытом космосе и на маленьких планетоидах, между которыми очень легко перемещаться, высоко подпрыгивая. Усатому водопроводчику предстоит посетить 40 галактик и собрать 120 звезд. В игру вернутся подзабытые бонусы, супер гриб и огненный цветок, придающие уникальные умения их владельцу. Пока поклонники Battlefield ожидают выхода Bad Company, в сети замаячил слух о выходе Battlefield 3. Согласно неофициальным данным, одна из студий Electronic Arts трудится над третьей полноценной частью сериала. Новая Battlefield должна выйти в конце следующего года. Игра разрабатывается на движке Bad Company, а сюжетная линия протекает в современном мире, как и Battlefield 2. Вас ждет 8 карт и 2 игровые фракции НАТО и Среднеевропейская коалиция, а также 5 классов персонажей. Кроме того, обещано 48 средств передвижения и 54 вида вооружений, включая секретные. Глобальных изменений в игровом процессе не предусмотрено. Официальный анонс ожидается в январе 2008 года. Забавно, но домен Battlefield 3.com студия DICE приобрела еще в 2003 году, а Battlefield 4.com на год позже. Стоит добавить, что аналогичные манипуляции шведская студия совершила с доменами вплоть до 10 части сериала. На прошлой неделе компания Microsoft официально презентовала приставку Xbox 360 в России. Мы не могли пройти мимо этого события и, подобно любимым нами кроликам, собрав всю волю в кулак, пробрались в самую гущу событий. Этого действительно ждали давно. Теперь все мы сможем с гордостью и достоинством сказать, что в России можно совершенно официально купить Xbox 360. Кстати, по заверениям сотрудников компании, до этого приставка более полугода продавалась в тестовом режиме. Официальные продажи стартуют с 1 ноября во всех крупных торговых сетях страны. Отрадно, что в России будут продавать все три комплектации приставки. Бюджетный вариант под кодовым названием Core 10 990 рублей. Стандартный комплект, обозванный Pro с жестким диском на 20 гигабайт и беспроводным контроллером, стоит на 2000 дороже, то есть 12 990. Была заявлена и Elite версия Xbox 360 черного цвета с большим жестким диском на 120 гигабайт, который на российском рынке будет стоить 17 990 рублей. Все консоли и аксессуары к ним будут полностью локализованы на русский язык, чего нельзя сказать об интернет-сервисе Xbox Live. В нашей стране собственного лайва пока запускать не предполагается. Однако, насколько мы можем судить, это никоим образом не помешает отечественным геймерам выйти на иностранные ресурсы, что они и так делали со дня появления консоли в ноябре 2005 года. После бурных и нескончаемых аплодисментов по поводу объявления официальных данных и цифр на трибуну поднялся некто Дмитрий Пучков, более известный как Гоблин, и при всех признался, что хоть он и любит PC-игры, однако летом приобрел себе Xbox 360. Гоблин покупает себе вещи? Мы в это категорически не верим. По словам Гоблина, для него игры на приставках стали открытием, и теперь он периодически мечется между компьютером и консолью. После восторженной и триумфальной речи бывшего оперу-полномоченного, менеджер по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям Департамента по продвижению программно-аппаратных развлекательных платформ компании Microsoft Владимир Верещагин начал представлять свежайшие игровые проекты, которые уже вышли или в ближайшее время выйдут на консоли. В первую очередь был показан трейлер из хита-банги Halo 3. Объявлено, что игра поставила рекорд, заработав за первые три дня продаж более 170 миллионов баксов. Затем была показана новая часть автосимулятора Project Gotham Racing, буквально обязанного привлечь нашего геймера не только полной локализацией, но и наличием северной столицы среди городов, по улицам которых проложены гоночные трассы. Ваш покорный слуга не применул возможностью и проехал по Питеру, узнав Невский проспект, Гостиный двор и многие другие достопримечательности города. Далее включили ролик из игры и спросили, а узнаете ли вы, что это? Последовал крик Mass Effect и бурные аплодисменты приближающемуся в скором времени релизу. Потом на сцену поднялся президент EA Russia Тони Уоткинс и представил FIFA 08. Тони рассказал всем присутствующим, что на обложке российской версии игры будет присутствовать Рональдиню и, конечно, то, что в игре будут русские комментаторы. Потом Тони добавил, что игра выйдет несмотря ни на что, даже если Англия вдруг выиграет у России. Слава богу, что все получилось с точностью да наоборот. Ну и напоследок нам всем показали сумасшедшую веселую Viva Pinata Party Animals. Об этой игре даже и не рискну заикаться, скажу только, что я ее с нетерпением жду. Кстати, во все представленные игры можно было порубиться сверху, где стояли свеженькие иксбоксы. Ну а потом были веселье, фуршет и выступления модного нынче рэпера Noize MC, правда, довольно вялого, воспринятого и гражуром. Мы сейчас начали так явно позднее. Это наши будущие эскусы. Я серьезно. Воскресе голоса, что наши древности не бросил. Ну а на следующий день компании новый диск Soft Club и Activision объединились, чтобы устроить всем Activate Moscow 2007. В уютных стенах клуба Discovery компании представили самые свежие и ожидаемые проекты, такие как Tony Hawk's Proving Ground, B-Movie, как фильм, так и одноименную игру, Spider-Man Friend of War, Guitar Hero 3 Legends of Rock и Call of Duty 4 Modern Warfare. В том числе на Activate Moscow 2007 компания Soft Club провела чемпионат по Guitar Hero 3 Legends of Rock среди присутствующих. Нам приятно сообщить, что главный приз приставку Xbox 360 в тяжелейшем месилове гитарных рифов и чумовых соляков вырвал главный редактор сайта GameLand.ru Алексей Бутрин, с чем его и поздравляем. Ну а главным событием вечера была презентация проекта Call of Duty 4 Modern Warfare, ради которого в Москву приехал президент компании Infinity Ward, разработчика первой, второй и четвертой частей Call of Duty Grand Courier, у которого мы взяли эксклюзивное интервью. В чем была причина перехода от времени Второй мировой войны к конфликтам нашего времени? Мы действительно хотели сделать игру о нынешнем времени, даже когда работали над первой Call of Duty. Совместно с Activision мы собирались сделать игру о современности, но тогда у них уже вышел Soldier of Fortune, и они просили нас сделать что-то наподобие Medal of Honor Elite Assaults. Они сказали, мы понимаем, что вы хотите сделать шутер о настоящем времени, но мы бы хотели увидеть от вас реалистичную стрелялку в антураже Второй мировой. Мы согласились и делали игру очень долго, ну а после успеха первой и второй частей Call of Duty мы могли наконец сделать то, что сами хотели, и выпустить игру о нашем времени. Если мы говорим о шутере о нашем суровом настоящем, возможно ли сделать нечто подобное с известными нам военными операциями во Вьетнаме, Афганистане? Думаю, да, но мы никогда не брали за основу настоящую историю. Это же не так интересно, когда ты знаешь, кто выиграл, кто проиграл, что было с ними дальше. Мы немножко выдумываем историю, и таким образом люди, которые играют, как бы творят свою историю, и они даже не знают, кто выиграет. В результате мы получаем оригинальную историю. Если мы сделаем кампанию в Иране, Афганистане, люди уже будут знать, кто проиграет, а кто должен победить. В этом причина делать вымышленную историю с вымышленными персонажами? Да. Не хотите ли вы попробовать себя в других жанрах, таких как РПГ или РТС? Наша команда заточена под FPS, и мы делаем их вроде неплохо. Мы хотим делать самые лучшие в мире шутеры от первого лица, поэтому до тех пор, пока мы не сделаем самую крутую и реалистичную игру в этом жанре, мы не будем помышлять о других. Мы не хотим покидать то, в чем еще полностью себя не реализовали. Не могли бы вы рассказать нам об уровнях игры? Конфликт игры глобален. Собственно, у нас имеется страна Ближнего Востока, в которой проходит немалая часть действия. Но мы не называем ее по имени, попробуйте догадаться сами. У нас есть локации украинские, русские, азиатские, много всего разного. В одном из трейлеров мы видели Чернобыльскую АЭС. Не боитесь ли вы, что ваш проект будут сравнивать со Сталкером? У нас были идеи по поводу этой локации задолго до того, когда Сталкер вышел. Кстати, отличная игра получилась, но в Call of Duty 4 игра не хуже. Но эти игры разные, их геймплей абсолютно различен. Играли ли вы в Сталкера? Да, и я получил большое удовольствие, играя в него. Будут ли в игре разные контовки, зависящие от действий игрока? Нет, только победа или поражение. Извините. Расскажите о планах по поддержке Call of Duty 4 в Xbox Live, Sony Home и на PC. Будут ли выпущены какие-нибудь моды? Мы фанатеем от онлайн-сервисов и, безусловно, будем поддерживать игру. У нас есть планы, касающиеся контента для геймеров на всех трех платформах. Расскажите о своем отношении к приставкам и карманным консолям. У нас был опыт создания игр для консолей нового поколения, таких как PlayStation 3 и Xbox 360. Мы издавали игры на Wii. Что действительно круто, это то, что мы можем создавать игры, используя огромную мощь этих платформ, делая отличную графику и прописывая интересный сценарий. Плюс в этих приставках добавляется отличный мультиплеерный компонент. Онлайн-инфраструктура — это рывок вперед, ведь в прошлых версиях консолей такого попросту не было. Это действительно потрясает. Что касается карманных платформ, мы, к сожалению или к счастью, не издавали игр на них. Однако я фанат хэндхелдов. Я очень много путешествую и всегда с собой беру свою Nintendo DS. Например, перед визитом в Москву понял, что потерял свою DS. В общем, я когда вылетал сюда, зашел в аэропорту Лос-Анджелеса в магазин и купил новенькую карманную Nintendo, просто потому, что я уже не могу путешествовать без нее. Мне это необходимо как наркотик, тем более игры становятся все более и более крутыми. Так и Nintendo DS и Sony PSP — отличные приставки, и я люблю их. Какие из приставок у вас дома? У меня есть PlayStation 3 и Xbox 360, PlayStation 2 и Xbox. А как же Wii? У меня ее брат упер, так что мне нужно бы купить новую, но когда я появляюсь в магазине, чтобы купить себе эту приставку, они все оказываются распроданы. Так что мне придется сильно постараться, чтобы купить новенькую Wii. Пожалуйста, расскажите о своем отношении к нашей стране, потому что в ваших играх вы уделяете много внимания именно ей. Так как-то получилось, что каждая игра Infinity Ward каким-то образом касается России. Для меня лично это первый визит в вашу страну. Я очень потрясен. Действительно, у вас очень много красивых девушек. Что касается водки, я еще не пробовал. Но ведь еще не вечер. Я слышал, что у вас хорошая водка. Ну а что касается домена Орех.ком, то он, цитирую, принадлежит какой-то американской корпорации, занимающейся созданием машин для сортировки бумажной почты. Но я к этому не имею ни малейшего отношения. До встречи через неделю, а я пока подумаю над новым именем. Пока! Почувствуй нашу морковь! Кошанька! Продолжение следует...